Сверхъестественные дети Божьи, любимые дети Божьи, дети своего Отца. Сын явил Отца, да? Никто Бога не видел никогда, но Сын явил. Сын явил Отца. Поэтому Сыны, дети Божьи являют Отца. А наш Бог сверхъестественный Бог. Я хочу видеть еще больше и больше проявления сверхъестественного Бога. Там, где Бог, там всегда сверхъестественное проявление, потому что это Его природа. Это Его природа. Я знаю, некоторые боятся чудес, боятся знамений, потому что может кто-то подменить, подложить что-то другое, и вдруг это не от Бога, и таким образом очень сильно осторожничают. Мы поговорим об этом. Но я верю, что Бог, когда проявляется, Он проявляется так, что это видно. Не зря мы в прошлый раз очень много говорили, как Бог вывел народ Израиля из рабства, чтобы ввести в обетованную землю. Второзаконие, 7 глава, 19 стих, что мышцой крепкой, чудесами, знамениями Я вывел тебя, чтобы ввести в обетованную землю. Не бойся тех народов. И Бог неоднократно потом, выведя их чудесами и знамениями, неоднократно напоминал об этом. Он не говорил это шепотом. Тихо, чудеса и знамения могут быть еще от дьявола. Давайте вы поосторожничайте. Он, наоборот, подчеркивал, подчеркивал. Он выделял. Это Я тот Бог, Который вывел вас из рабства. Чтобы это отложилось в их мышлении, что Бог, Который проявляет себя, Он проявляется не так естественно, как могут проявиться какие-то лже-боги, идолы на этой земле. Или же человек мог своей силой что-то сделать. Поэтому Бог неоднократно подчеркивал, это Я вывел тебя из рабства, чтобы ввести тебя в обетование. Поэтому Я верю. Тот же Бог, Который чудесами и знамениями выводит, тот же Бог чудесами и знамениями вводит. Он не изменился. И давайте мы в Новом Завете уже прочитаем. Галатам 3, глава 5 стих. И здесь Павел задает такой вопрос с Галатам. Он начинает главу с того, что как вы, Галаты, могли уйти, отклониться от простоты во Христе перед вами, перед вашими глазами, как будто Христос был распят. Вы в это схватили, вы в это поверили, а потом вы уклонились, и начавши духом, заканчивайте плотью. Но имеется в виду плотью не грехами, а имеется в виду делами закона, чтобы помочь Богу оправдаться, осветиться и помочь Богу что-то сделать. Но мы читаем дальше. И 5 стих. Павел задает им такой вопрос. Разве Бог дает вам духа и совершает среди вас чудеса, потому что вы соблюдаете закон, или же потому, что вы поверили тому, о чем вы слышали? Конкретный вопрос. Бог совершает между вами чудеса. Почему? Потому что вы такие законопослушные? Потому что вы помогаете Богу закон соблюсти, чтобы оправдаться? Нет! По благодати не от дел. А как по благодати? По вере. Потому что вы поверили тому, о чем вы услышали. Вера от слышания, да? И эта вера, она позволяет совершать Богу чудеса. Понимаешь? Вот ответ. Вы поверили, и вы получили духа, верою, и вы получили, кроме того, что получили духа, верою, да? Вы получили еще чудеса и знамения, сопровождение Бога в движении, в обетование. Почему? Потому что вырваться из рабства, здесь нужно чудо. Здесь нужно Божье вмешательство. Самому человек не может себя спасти, нужно чудо. Сам человек не может себя оправдать, нужно чудо. Сам человек не может вырваться из тьмы, рожденным на этой земле. Ему нужно чудо. И это Бог, который явил чудо. Так же самое и движение в Божье обетование, в Божье обещание, которое мы услышали. Нужно Божье чудо. Поверие. Поверие. И здесь мы приходим к тому, что вера, она, как мы говорили в прошлый раз, она должна быть активна. Активная вера, она всегда больше, она всегда выше, она всегда сверх чего-то обычного. И мы читаем Римлянам 4 глава, в 18 стихе про Авраама сказано, Авраам сверх надежды поверил с надеждой. Сверх. Ты понимаешь, это выше, это больше, это больше. Поэтому я говорю, чтобы видеть чудеса, мы должны верить. Чтобы видеть чудеса, мы не просто должны верить, а сверх. Понимаешь, это больше, больше, чем обычно. Почему, я часто задаю этим вопросом, почему некоторые один раз помолятся, получают, некоторые 10 лет молятся, не получают, по мере. Понимаете, почему Иисус очень часто говорил, велика вера твоя, и либо наоборот упрекал о неверии, либо упрекал в маловерии, маловерии, либо упрекал в сомнении, потому что оказывается, по степени веры, зависит что-то. То есть, есть плод веры. То есть, насколько человек принял, насколько человек поверил, настолько он и получает. Поэтому разный уровень у каждого человека. Поэтому ответы могут быть разные. Ожидания могут быть разные. Авраам, он сверх надежды поверил с надеждой. То есть, это что-то, что выходило, наверное, за рамки естественной, обычной, вот так вот, состояния. Аврааму нужно было, знаете, в 30 лет он бы, наверное, легче поверил. Вошел бы к Саре, сделал дело, вышел, и через 9 месяцев плод бы веры своей увидел. Но, извините, 100-летний, ну, как-то уже век прожил, уже вера, знаете, вера должна быть побольше. Побольше. Все, что естественное, знаете, там куча оправданий было. У жены уже все, что естественное, у женщин уже все закончилось, у мужчин это все, что естественное, уже закончилось. Знаете, и нужна вера. Но здесь написано, это не просто вера. Здесь написано, сверх надежды. Я верю, что это очень важно. Очень важно. Поэтому для тех, которые видят в своей жизни неотвеченные какие-то молитвы, неотвеченные обетования, не вошли еще в обетование, я вас побуждаю, чтобы вы научились в это время расшатывать, знаете, как бы выходить за пределы той, за рамки той веры, которую вы верили до этого. Знаете, от веры в веру, от славы в славу. Даже время это требует. То есть, мы не можем сегодня верить так, как мы верили вчера. Понимаете? Если мы будем оставаться на уровне той веры, на уровне, которой весь народ, все люди вокруг верят, знаете, что? Мы получим такой результат, как все получают. Но если мы сверх надежды поверим с надеждой, мы получим плод этой веры. И результат будет сверх ожидаемого. Понимаешь? Сверх ожидаемого. Об этом вот написано в Ефесянам послании 3 глава 20 стиха. Ефесянам 3 глава 20 стих. А тому, чья сила действует в нас и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем. Божья сила действует в нас. Не мы своей силой вывели нас из рабства. Из рабства греха, из рабства проклятия, из рабства смерти. Не мы своей силой. Бог говорит, что его сила действует в нас. Она не закончилась, когда мы вышли из рабства и все. Сила Божья закончилась на этом. Сила Божья не закончилась тогда, когда народ израильский он вывел несколько миллионов вышло из рабства, несколько миллионов не болело, несколько миллионов одежда не ветшала. Почему? Потому что Богу нужно было не просто вывести из рабства, а потом вся слава мне, я Бог, который вывел из рабства, а то, что они не дошли, ну, это их проблема. Подумаешь, одежды не было, не было магазина, одежда обветшала. Не было аптек в пустыне, и они заболели от насморка и умерли. И не дошли в обетованную землю. Понимаешь? Бог, который вывел, Он же и вводит. И сила Божья, она не прекращается, потому что Иисус тот же. Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки тот же. И тот же Иисус, который вчера тебя спас, сегодня тебя ведет по этой жизни, а завтра ты войдешь в Его обетование. А может даже сегодня и сейчас. Все по вере, по вере, насколько сверх веры мы должны верить. Понимаешь? Чтобы, ну, я вам скажу так. Иногда человеку нужно, знаете, на 200% объяснить, чтобы он хотя бы на 100% мог принять. Потому что, если на 100% объяснишь, ну, есть, да-да-да, есть статистика. Почитайте, есть статистика, сколько человек запоминает, когда ему просто говорят. Потом, сколько запоминает, когда ему говорят, и он видит на доске то, что пишут, то, что рисуют, картинки. А потом, сколько запоминает процентов, когда он еще и пишет, и рисует те же картинки. А еще больше процентов он запомнит, если он кому-то перескажет. Да-да-да. Есть статистика. Раньше помнил эти цифры, сейчас уже не помню. Надо было записывать. Шучу, я записывал. Я эти все вещи записываю, я это люблю. Поэтому, чья сила действует в нас, аминь, Божья сила продолжает действовать в нас, и Бог может сделать гораздо больше. Гораздо больше. Почему? Потому что мы верим сверх. Мы сверх веры, верим в его обетование. Поэтому он и делает больше того, о чем мы просим, или даже о чем помышляем. И в 21 стихе. Да будет слава из поколения в поколение навеки через Иисуса Христа и через Его Церковь. Аллилуйя. Вся слава Ему, потому что Он делает. Это не мы входим в обетование, не мы исцеляем людей, не мы спасаем людей, не мы воскрешаем людей. Все, что мы делаем, мы провозглашаем Его Слово. Все, что мы делаем, мы инструмент Его на этой земле. Потому что мы и есть Его чудо, которое рождено от Него. Знаете, Иисус родился чудом. Чудом? Чудом. Свереестественно? Свереестественно. Все, что происходит, происходило, происходит и будет происходить с Божьим вмешательством, это чудо. И сошел Дух Святой, и осенил, да, про Марию сказать, осенил ее Дух Святой. Поэтому и рожденное святым наречется. Почему? Потому что сверхъестественно, от Духа Святого. Мы сверхъестественно рождены свыше. Поэтому мы уже неестественные. Все, мы уже другие. И нужно поверить, сверхповерь. Сверхповерь то, что ты неестественный человек. Сверх, сверх, больше поверь. И тем самым мы будем видеть вокруг то, что Бог, как Бог будет проявляться. Потому что любое чудо, оно нуждается в ответе. Любое чудо, это есть нужда, прежде всего, да? Отвеченная Богом. Любое чудо, это была нужда, где было вмешательство Бога, и пришел ответ. Потому что любое чудо, оно начинается с того, что есть нужда. И этот мир давно в нужде. Мы родились в этом мире, мы родились в нужде. Но второе наше рождение, мы родились от Бога, где нет нужды. И когда народ проголодался, Иисус умножает хлеба, приходит восполнение. На любую нужду, на любую нужду приходит ответ. Хлеб свыше, хлеб с неба. И приходит ответ. Потому что они голодные, они жаждали еды. И на эту жажду приходит восполнение. Если бы они не были голодные, не было нужды. Согласитесь? Но ученики увидели, народ голодный. Время позднее, место пустынное, нам нечем есть. И нам нечем есть. Мало того, что нам нечем есть, нечего, нечем, да, зубы есть. Слава Богу. Нечего есть. Вспомнил, вспомнил молитву, вспомнил молитву Смит Виглесворта, который в 62 года уже, уже такой был возраст, у него он служил, и уже он был при смерти в это время, потому что очень много, он дел передел, служений очень много было. Вот, и он попросил у Бога еще 15 лет жизни, чтобы служить. Вот, и Бог его исцеляет, и Бог ему восполняет и восстанавливает все зубы гнилые. В то время, 100 лет назад, ну, меньше, да, не 100 лет, где-то, 50, где-то. Да, все зубы были восстановлены, поэтому было чем есть еще 15 лет. Нужда была восполнена, согласитесь. Поэтому не пугайтесь, когда видите нужду чуда, не пугайтесь, не обходите стороной. Почему? Потому что нужда, она притягивает чудо. Нужда, ну, она тянет. Понимаете, если мы будем жаждать, видеть чудо, мы увидим чудо. Потому что именно жажда, она не оставляет равнодушным. Павел писал, 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте. Ревнуйте, страстно желайте. В украинской Библии увидел, у меня несколько переводов открывает. Ревно бажайте духовных дарив. Ревно, ревностно. Понимаешь, если, если мы не будем ревностно желать, я думаю, что, ну, я так задавался вопросом, зачем ревностно желать? Зачем ревностно желать духовных даров? Ведь Бог нас спас по благодати. Бог все сделал без нашего вмешательства. Согласитесь. Если написано, что Ахристос умер за тех, за нас, когда мы были еще грешниками, то есть, по большому счету, люди во грехах могли жить себе спокойно жизнью и даже не ревновать о том, чтобы спастись. Иисус сделал это вместо за них. И я, знаете, думаю, вот так бы и все. Вот ты себе живешь спокойной жизнью, ни о чем не думаешь. Да, если спокойной. За тебя Иисус когда-то умер. Все, Он тебя оправдал, осветил, ты живешь себе дальше. Тут вдруг на тебя по благодати сваливаются все дары, и ты ходишь такой одаренный, счастливый. Зачем они? Что это? И ты такой разбрасываешься налево и направо. Где надо, где не надо. И я смотрю, как-то дары не очень так и сразу проявляются. То есть спасение как бы без твоего участия. А дары тут уже надо как-то вожелать. Ты понимаешь? И вот здесь Павел пишет. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных. Зачем эта ревность нужна? Потому что когда мы ревнуем, когда мы страстно желаем, мы начинаем это ценить. Потому что то, чего мы не ценим, мы пренебрегаем, мы игнорируем, мы не ценим. Есть, знаете, дети, которым постоянно покупают, дарят что-то, покупают что-то, они перестают ценить. А потом начинаешь как-то привлекать к какой-то работе, к какому-то ремонту этой игрушки. О, надо приложить какое-то усилие. Надо уже как-то ценить эту игрушку. Взрослые, которые начинают что-то ревностно желают купить, они начинают откладывать деньги. Они начинают себя в чем-то ущемлять, в продуктах, в каких-то удовольствиях. То есть, вы понимаете, мы начинаем ценить, мы начинаем ревностно желать. А потому, когда мы уже это получаем, мы ценим. Поэтому Павел и говорит, ревностно желайте духовных даров. Потому что просто так, вот как оно по благодати, как спасение далось тебе, когда ты еще в этом не участвовал и жил во грехах, и даже еще не родился, чтобы согрешить, с дарами не проходит. С дарами не проходит. Поэтому наше отношение к этому, оно определяет, как мы будем, имеем мы это или не имеем. И как мы к этому относимся. Поэтому, когда мы видим нужду, мы реагируем на эту нужду. Когда мы видим нужду, не знаем, как реагировать. Включаем второй пункт, страстно желаем. Начинаем молиться. Начинаем молиться о дарах духовных. Начинаем молиться о том, чтобы Бог проявил себя через слово утешения, через силу исцеления, через еще определенные дары. Потому что Бог призвал нас являть себя. Бога не видел никто никогда. Сын явил. Сын явил. Дети Божьи являют. Иногда, то, что я вначале сказал, иногда верующие, знаете, боятся, опасаются проявления Бога, опасаются чудес и знамений, потому что, возможно, кто-то, то есть дьявол, может подсунуть что-то. И есть определенный страх. Есть определенный страх, что может дьявол подсунуть. А он, конечно, лжец, обманщик, вор. Он любит оригинал заменять какой-то копией. Поэтому есть определенный страх. Но суть не в том, что боятся его подделок. Мы не должны бояться то, что он может подсунуть. Мы должны научиться различать. И в этом зрелость. И Павел писал к посланию к евреям, да, что у зрелых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То есть вот этот момент зрелости. Я могу выбрать такую позицию. Я всего боюсь сверхъестественного. Поэтому, чтобы мне никто ничего не подсунул, я не буду иметь с этим дело. Но тогда мы не будем видеть и проявления Бога, если мы будем бояться. Но если мы будем расти в этом шаг за шагом и видеть Бога, который нас вывел, который нас спас, который нас оправдал, осветил, который сопровождает нашу жизнь, тогда мы начинаем взрослеть. А когда мы взрослеем, наши чувства, наш взгляд, наше восприятие, оно опытом приучается. То есть мы становимся зрелыми сынами, которые видят какую-то подделку, уже имеем право выбора и не соглашаемся на подделку. Дьявола ты не можешь остановить в плане того, что скажешь ему раз и навсегда, не подсовывай мне подделку никакую. Он так и послушает, да, скажет, а, ну, хорошо, не буду. Развернется и уйдет. Больше не буду. Он не тот, кто развернется и уйдет. У него природа такая. Он будет обманывать, он будет подсовывать, пытаться делать то, что он всегда делает. Но наша задача, как зрелых сыновей Божьих, различать, видеть, ревностно желать духовных даров, ревностно желать. И когда духовные дары проявляются, не сомневаться, потому что сомнения, они могут остановить чудо. Сомнения могут остановить чудо. То есть, когда Бог проявляет себя, что мы делаем? Прославляем Бога. Потому что, знаете, когда мы читали этот стих, Бог может сделать несравненно больше всего того, о чем мы просим или чего ожидаем. И следующий стих, а тому мы прославляем Бога, тому слава, кто все это делает. Поэтому, когда мы видим чудо, что мы делаем? Прославляем Бога. И чудо, я скажу, почему дьявол так боится чудо? Чудес Божьих. Да, у него тут свои на земле чудеса, сверхъестественные. Почему? Потому что дьявол, он духовная личность, невидимая. И он хочет через видимый мир проявляться. И он проявляет свои сверхъестественные вещи на этой земле. И он боится, и он не хочет, чтобы Бог проявлялся через чудеса и знамения. Потому что именно чудеса и знамения Бога, они показывают, какой Бог. Именно чудеса и знамения Бога прославляют Бога. А так как дьявол не хочет, чтобы Бога прославляли, поэтому он и не хочет, чтобы верующие верили в чудеса и знамения. Чтобы верующих сопровождали чудеса и знамения. Почему? Потому что чудеса и знамения Божьи показывают на Бога. И давайте прочитаем, что происходило в жизни Иисуса. Иоанна 2 глава 23 стих. Пока Иисус был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие, видя чудеса, которые Он совершал, поверили в Него. Люди что увидели? Чудеса. Что показывают чудеса? Присутствие Бога. Проявление Бога. Поэтому люди поверили в Иисуса Христа. Почему? Потому что Сын явил Отца. Сын показал, какой Отец. Любящий, заботящийся Отец. И в 6 главе, дальше Иоанн пишет, 6 глава 2 стих. За Ним, то есть за Иисусом, последовало множество народа, «Потому что видели чудеса, которые Он творил над больными». В другом переводе написано, «Исцеляя больных». То есть чудеса, которые люди видели, которые сопровождали Иисуса, они показывали о любви Бога к этим больным. И люди последовали за Ним. Поэтому дьявол так боится и так не хочет, чтобы верующих сопровождали чудеса и знамения. По одной только причине. Потому что это показывает на Бога. Показывает, какой Бог. Поэтому он всячески, всякой клеветой и обманом говорит, «Отподлинно ли это чудо от Бога?» А это еще надо испытать. Это еще надо проверить. Сколько мыслей приходило, когда мы крестились с Духом Святым и заговорили иными языками. О, рой мыслей. Это не от Бога. Ты не теми языками говоришь. Ты не то крещение принял. А кто за тебя помолился? А вдруг он в этот день согрешил, и грех к тебе перешел. Там столько мыслей. Я замучил служителей. Ходил, слушайте, у меня такая мысль пришла, а может это, а может то. Говорит, нормально все. Вот написано, ты просил у отца. Отец не даст тебе камень. Любящий отец не даст тебе камень. Не даст тебе скорпиона. Не даст. Почему? Потому что ты попросил у него Духа Святого. Поэтому и даст Духа Святого, просящим у него. И все, знаете, вот такими нужно было с Словом Божьим рассеивать всякое сомнение. И все, сегодня нет уже сомнений, что крещен Духом Святым, а не каким-то иным Духом. Так же сами с чудесами, знамениями начинаются мысли, начинаются сомнения, начинаются атаки. Не одно так другое. Сам вроде утвердился. Со стороны кто-то говорит. А вдруг это не от Бога? Это дьявол говорит через людей. Почему? Потому что любое чудо Божье, оно показывает на Бога. И любое чудо должно прославлять Бога. И дьявол не будет делать чудо, за которым прославят Бога. Он не хочет, чтобы Бога прославляли. Поэтому он не будет допускать чудес, которые будут прославлять Бога. Будет очень, да, очень странно. А царство, разделившееся само в себе, не устоит. Поэтому дьявол не может вот так на двух табуретках. И там, и там. Поэтому я верю, что в это время мы должны возревновать. В это время мы должны возревновать о духовных дарах, о проявлении духовных даров, о проявлении Бога на этой земле, на нашей земле, где Бог поставил нас царями и священниками, чтобы больше и больше являть Отца, чтобы больше и больше прославился Отец. А как Бог прославится? Конечно же, чудесами и знамениями, которые сопровождают тех, кто уверовал. Марка 16 глава. Это и есть сопровождение. Это и есть указатель. Это и есть знак. Знамения в современном переводе – знаки. Это и есть знак. Он – Бог, который вывел нас. Он – Бог, который спас нас. Он – Бог, который осветил, оправдал нас. Он – Бог, который вел нас в обетование. Потому что Он тот же. Поэтому в Ветхии весь завет Он постоянно напоминанием, напоминанием, напоминанием. Это же я Бог, который выявил. Это же я тот же Бог, который ведет тебя. И то из 12 человек только два поверили. Сверх надежды. Сверх надежды. Поверь с надеждой. И увидишь больше, чем ты просил или ожидал. Потому что вот этот сверх, надлый шок, да? Сверх, это больше, чем... И ты увидишь, у тебя будет больше. Аминь.